Привет, друзья! Сегодня мы с вами поговорим о гениальных блюдах из Союза Советских Социалистических Республик, из времен СССР, которые замечательно чистили, чистят и продолжают чистить сосуды. С особой гордостью для меня, как для жителя, рожденного в СССР, а конкретно в городе Новочеркасске, а конкретно в столице Донского казачества, всего человечества, я хочу становиться на двух блюдах, как говорили некоторые наши ростовские профессора, которые замечательно чистят и укрепляют сосуды. Это гордость нашей донской кулинарии. Вот то, что представлено здесь в сыром виде, это традиционно называлось набором платофского салата. А то, что вы видите в этой баночке, это традиционно называлось донским салатом, который делался на нашем замечательном ростовском заводе под названием СБЫЧКА! Но в народе этот салат донской еще называли салатом маршала Победы или жуковским салатом. И почему? Потому что легенда, по крайней мере, гласит о том, что со времен своей очень серьезной травмы позвоночника, которая сопровождалась потом развития порока сердца, на себе говорить нельзя показывать, которая развивалась у маршала будущего Победы Георгия Алексеевича Жукова в виде пролапса нейтрального клапана. И он страдал сосудами, особенно нижней конечности. То, что сейчас называется эндотереитом. Его бывший конюх, который своими корнями рождения уходил в Платовскую станицу и знал некоторые секреты казачьих блюд, специально для того, чтобы разгрузить кишечник, для того, чтобы укрепить диафрагму, для того, чтобы укрепить спину. Секреты своего, в этом плане, казачьего кулинарного мастерства, перенес вот в этот салатик. И вот этот салатик пользовался и продолжает пользоваться огромной популярностью. Во-первых, тут есть некоторые секреты, о которых, если вам захочется, мы в контексте из применения с грибами с вами поговорим отдельно. Почему? Потому что есть определенные тонкости приготовления донского салата. А сегодня очень доступно и очень популярно, и в достаточной степени понятно, потому что визуально ряд ярко представлен, это знаменитый Платовский салат. Матвей Иванович Платов, вы знаете, генерал, заслуженный граф, полный кавалер всего того, что на тот момент было в Европе, всех орденов, всех званий, в первую очередь Российской империи. Очень любил такой салат, который укреплял сосуды. Яростный курильщик, яростный бронхитчик, в этом плане. Он страдал, конечно, легочными проблемами, но при всем при этом, вот такой тонской салат позволял ему избавляться. И он по тем меркам дожил до примерно таких солидных возрастных рамок жизни. Итак, что нам нужно для того, чтобы сделать вот такой салат, который традиционно мы можем назвать сосудистой метлой. Для этого нам нужна белокочанная капуста с ярко выраженной кочерыжкой. Большие знатоки сельскохозяйственного выращивания капусты сейчас начнут плеваться в мою сторону по поводу кочерыжки. Я привык, я в домике. Для этого нам нужны огурцы, хорошие. Для этого нам нужны зеленые, подчеркиваю, яблоки. Лучше чего, если это будет такой чуть-чуть перезревший семиренко. Для этого нам нужен чесночок хороший, чесночок хороший российский. И для этого нам нужен болгарский перчик. Что мы с вами делаем? Мы с вами очень мелко шинкуем капусту, отдельно выделяя и отдельно готовлю кочерыжку. Для этого мы с вами, не очищая огурчик, режем его мелко. Для этого мы с вами мелко режем яблочко, болгарский перец, сечем чесночок, все это сводим вместе. Подчеркиваю, круто перчим, круто солим, круто перчим, круто солим. Матрин Иванович Платов любил добавлять венцо белое. Ну, мы, семья, Сатьяна Владимировна, не пьющая. Мы добавляем хороший уксус. И после того, как все это у нас вместе смешалось, мы, конечно, добавляем именно уксус. Потому что нам нужно добиться в начале элементов, элементов смешивания, в части того, что нам нужно усилить брожение. После того, как у нас элементы брожения и сокосопливыделения из этого салата начались, мы после этого кладем весь этот состав в какую-то хорошую посудку на наш казачий манер. Это называется макитрочка. В этой макитрочке он стоит полтора-два часа. После этого мы добавляем туда хорошего, вкусненького, растительного нашего донского маслечка. Дополнительно смешиваем и оставляем еще на 2-3 часа. Традиционно, казаки такой салат выставляли на лед. Традиционно, такой салат выставляли на холодный ветер, если это делалось в ночь. И утречком, утречком, после того, как все работы по хозяйству были завершены, после того, как у нас все в доме и в хате было все в порядке, на базу у нас было все хорошо, садились казаки за второй завтрак и именно на второй завтрак кушался такой салат. Почему? Потому что удивительным образом, а в мире ничего нет удивительного, потому что это все закономерно. Время второго завтрака всегда совпадает со временем активности канала селезенки поджелудочной железы. То есть от 9 до 10 до 11 часов утра. То есть максимальный у нас энергетический актив селезенки поджелудочной железы проходит или приходит на 10 часов утра. Время максимального контроля за жидкостями, то есть время борьбы с отеками. Время максимальной активности наших ферментов, которые очень хорошо утилизируют качество нашего первого завтрака, максимально жирного, максимально сытного, максимально углеводного. И что нам это дает? Нам это дает максимальный всплеск энергии. Соответственно, на максимальном всплеске энергии, у нас максимально начинают чиститься сосуды. И вот такой платовский салат, в этом смысле, замечательно работает как метла. То, что мы с вами не успели освободить из толстого кишечника ранним утром, очень хорошо к вечеру вычищается таким салатом. К вопросу о регламенте. Как, сколько, когда и кому? Потому что мы получаем достаточное количество претензий с вашей стороны, что капуста нельзя, перец нельзя, чеснок нельзя. Нельзя гастроэнтерологу, вам можно. Почему? Потому что сама технология приготовления, это ферментизация, легкая ферментизация. То есть, в каком бы состоянии ни был ваш желудок, имейте в виду, ваш желудок все это переточит, перегрызет. И в этом смысле, очень важно понимать, что те партизанские тропы, которые в вашем желудке, в слизистой вашем желудке, уже протоптал пресловутый хелиопактер пиллери, очень хорошо будет компенсироваться именно таким салатом. С той точки зрения, что активность луковицы двенадцатиперстной кишки, повышенная активность со стороны печени желчного пузыря, повысит отрицательное давление в области брюшной полости. У вас диафрагма поднимется, грудная клетка расширится, качество дыхания у вас улучшится, плечи ваши расправятся, кислотно-щелочное равновесие ваше устаканится и хелиопактеру пиллери, проклятому хелиопактеру ничего не остается делать, как с халовыми массами покидать ваш организм. Это, к слову, о том, полезно или не полезно. Дважды можно день кушать такой салат, есть такой салат, в 10 часов утра и в 16 часов по полудню, в течение 10-15 дней, милости просим. Разновидности этого салата огромнейшее количество. Будет вам интересно, будем вам рассказывать. По поводу донского салата, я вам рассказал о том, что есть некая интрига его самостоятельного использования, его использование вместе с грибами, его использование вместе с грибами с таким салатом. Короче, одним словом из всего этого можно делать хороший гешефт по отношению к собственному здоровью, регулировать, я повторяюсь, кислотно-щелочное равновесие, а именно через кислотно-щелочное равновесие и полноценную ферментизацию у нас происходит укрепление трех основных хитов нашей сосудистой системы, наших сосудов. Это пластичности движения крови, это тонус внутренней поверхности эндотелия, это сохранение каркасности или то, что мы называем крепости наружной части вашего сосудистого тела. Вот так вот, друзья, мы с вами поговорили о секретах донской сосудистой кулинарии. Будут вопросы, пишите. Будут пожелания на какие-то вопросы ответить, пишите. Будет возможность поделиться своими секретами очищения сосудов. Обязательно, с удовольствием, мы с моей доблестной половиной тоже из города Новочеркасска, профессором, замечательным доктором, рефлексотерапевтом Татьяной Владимировной Картенко, получим все ваши пожелания, все ваши результаты и, конечно, на очередных наших с вами встречах, с удовольствием поделимся с вами ими и прокомментируем их. Будьте здоровы, берегите себя. С большим успехом прошел наш онлайн практикум рефлекторно-генетической защиты от онкологии и боли. Он принес его участникам много результатов и породил большое количество вопросов. Для ответа на эти вопросы мы решили провести еще одно занятие с разбором типичных ситуаций, типичных жалоб и вариантами их решений. Если вы зарегистрированы, то есть вероятность, что мы разберем именно вашу ситуацию. Для этого нужно заполнить анкету и присылать нам фотографии ваших радужных оболочек глаз, снятых любым телефоном. На занятии во время эфира на протоколе рида анализа мы укажем на органы и системы, которыми следует вам заняться в первую очередь. Порекомендуем несколько путей решения ваших задач. Разработаем индивидуальную схему фитотерапии. Регистрация на онлайн занятия с разбором и инструкции в описании под этим видео. Заполняйте анкеты, присылайте фото радужек и мы ждем вас на занятиях с разбором.